Это место называют поэтической родиной Пушкина. Здесь расположено более 20 памятников истории и культуры, связанных с ее ключевыми событиями. Смутное время, Петровские преобразования, гражданская и отечественная война. Здесь бывали Кутузов и Наполеон, Борис Годунов и Петр I, Гоголь, Цветаева, Ахматова. И перечислять можно бесконечно. Сегодня в программе специальное интервью мы поговорим о Государственном историко-литературном музее-заповеднике Александра Сергеевича Пушкина в студии Полина Бахова. И сегодня у нас в гостях Владимир Сизов, заведующий отделением Государственного историко-литературного музея-заповедника Александра Сергеевича Пушкина. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно, что меня пригласили. А мы очень рады, что вы к нам пришли. Владимир, ну, конечно, место уникальное. Место известно не только в Одинцовском округе, но, я уверена, и по всему Подмосковью, и не только, и по всей России. Потому что туристы приезжают, приезжают с разных других стран, даже иностранные туристы в ваши места. И хотелось бы узнать, ну, чем же так притягательны эти места? Кратко. Я понимаю, что можно говорить бесконечно о музее, об исторических памятниках, которые там расположены. Но в чем вот главная изюминка? Ну, главная изюминка, во-первых, усадьбы очень знаменитые, знаковые для нашей истории. Вообще в музей заповедника Пушкина входят две известные усадьбы. Это усадьба Захарова и усадьба Веземы. Захарова, она, в ней провел детство наш великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. А усадьба Веземы, вот как вы уже сказали, она связана с такими ключевыми событиями нашей истории. Здесь бывали выдающиеся личности. Ну, и усадьба принадлежала князям Голицыным. Тоже такой знаковый род для нашего государства, для нашего отечества. Ну, и, конечно же, сам Александр Сергеевич Пушкин тоже неоднократно бывал в усадьбе Веземы. Здесь жили герои его произведений. Как мы знаем, Пушкин никогда не придумывал своих персонажей. Он списывал их с людей, которых он знал лично. И вот прототипами героев в его произведениях стали владельцы, реальные владельцы усадьбы Веземы. Владимир, ну расскажите, это два разных места, они ведь не находятся рядом. Там, где жил маленький Пушкин, находится немножко в отдалении, чтобы понимать, как вам приезжать, как добираться. На самом-то деле не сильно-то оно в отдалении находится. Там всего порядком трех километров. Вот. Это довольно-таки близко. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, такая... Ну, я всегда путаюсь. Когда еду к вам, нужно повернуть либо направо, либо налево. И тогда мы увидим две совершенно разные картины, два совершенно разных музея. Я так предполагала. Вообще, это все один музей. Но экспонаты, местность совершенно разная. Да. Это единый музейный комплекс. Но, тем не менее, две разные усадьбы. Но общее у них есть. Это Александр Сергеевич Пушкин. Усадьба Веземы располагается непосредственно на Можайском шоссе. А усадьба Захарова находится в трех километрах от нее по Звенигородской дороге. Хотя усадьбы находятся довольно-таки близко с друг другом. Но, тем не менее, сообщение между ними не такое простое. Было до недавнего времени. Это вот бетонка, да, или Звенигородское шоссе. Она еще до строительства ЦКАД была забита фурами. И вроде как три километра преодолеть пешим ходом было очень сложно. Потому что вот идти вдоль дороги, где даже нет нормальной обочины, навстречу едут эти фуры, это было, конечно, страшно. Вот. Поэтому мы решили возродить старую дорогу, которая реально существовала в прошлом. И вот начали реализовывать такой проект под названием Пушкинская тропа. Действительно, посмотрев старые карты, мы обнаружили, что дорога между двумя усадьбами проходила немножко в другом месте. Вот так вот сейчас это поля, овраги, немножко леса. Вот. И, соответственно, проведя такую вот мозговую штурму, что хотелось бы как-то вот это место возродить. К тому же Пушкинское место. И мы решили ее вот как обустроить. Высадили, убрали мусор, покосили траву, высадили деревья через две речки, перекинули мосты. Вот. И теперь любой желающий, ну, наверное, больше в летнее время может... Прогуляться между усадьбами. Здорово. Полюбоваться такими красивыми ландшафтами, уходящей, к сожалению, подмосковной природы. Вот. Ну, конечно, проект еще реализуется. И в этом году мы тоже будем обустраивать дальше. Вот. Возможно, что в скором времени это будет очень такое вот популярное место. И маленький Саша Пушкин тоже ходил, да, по этой тропе как раз-таки. Безусловно. 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 Более того, Пушкин в своем произведении Дубровский очень проводит, приводит очень интересную такую вот зарисовку. Он в одном из мест упоминается, что вот когда возвращается Дубровский, соответственно, в свои родные места, он... Там есть описание, что ехала я берегом широкого пруда, из которого вытекала узкая речка. А вдали виднился храм, большой храм о пяти верхах и причудливая колокольня. Соответственно, мы как-то вот задумались. Возможно, это наши места и есть, потому что... Очень похоже, да? Веземах стоит действительно пятиглавый старинный храм, причудливая звонница, которых нету больше нигде, да, в Подмосковье. Возможно, Пушкин, вот вспоминая свои родные места, где он провел детство, решил это как бы воплотить в своем произведении. Произведение. Замечательно. Ну, Владимир, был сложный период до сегодняшнего дня. Потихонечку ограничения снимаются, но музеи были закрыты, культурные учреждения были закрыты. Как вы справлялись в пандемию? Может быть, что-то новое пришло в работе, взаимодействие с аудиторией? Как пережили сложный период? Ну, конечно, было, наверное, все новое, потому что мы не привыкли к онлайн-формату, но, тем не менее, мы старались каждый день выкладывать какие-то новости, проводить онлайн-трансляции. Более того, даже перед Новым годом устроили такой вот новогодний огонек. Пригласили известных артистов классической музыки, и они вот выступали. Онлайн. Да, и мы это транслировали уже в своих соцсетях, на своих онлайн-ресурсах. Вот, даже так сделали. Но работа музея не останавливалась. Сотрудники все равно выполняли свою работу. То есть, хотя максимально удаленно, но, тем не менее, все равно работа шла. Потому что музей – это же не только экскурсии. Это и научная работа, это и фондовая работа, это и озеленение. И сегодня, как работает музей сейчас, когда более-менее уже ограничения снимаются? Какой режим работы, поскольку человек можно приходить, и можно ли приходить в ваш музей? Конечно, не только можно, но и нужно. Музей работает, как он и всегда работал, это с 10 до 5 часов, выходные, понедельник, вторник. Группы принимаются по предварительной записи, не более 15 человек. Но самое-то интересное, что уже сейчас, насколько мне известно, что экскурсионное обслуживание занято весь апрель и вплоть до конца мая уже все расписано. Я думаю, потому что люди соскучились, и люди сейчас очень обрадовались, что наконец-то можно вкусить культуру, что-то новое. Действительно, мы сами не ожидали, но наши мероприятия, которые мы проводим, посещают очень много людей. Намного больше, чем до пандемии. И концерты всегда аншлаг. Какие еще мероприятия вы готовите в будущем для ваших посетителей? Ну, наши основные мероприятия, наши традиционные мероприятия, это Пушкинский праздник. В этом году интересное такое совпадение, ну, хорошее совпадение, что день рождения Пушкина выпадает на последнее воскресенье, на первое воскресенье июня, 6 июня. Это очень хорошо, потому что обычно празднуется день рождения Пушкина, принято отмечать в первые выходные. Июнь, независимо от того, попадает ли его день рождения, либо не выпадает. Вот, и в этом году так вот хорошо, хорошо сложился календарь. 5 числа, 5 июня, в субботу, будет такое большое мероприятие в усадьбу Веземы. Скорее всего, будет такой театрализованный карнавал, будут выступать наши ведущие артисты известные, ну, пока программы мы не знаем. А вот 6 июня уже будет традиционный пушкинский праздник, традиционные пушкинские гуляния в Захарово, на поляне в Захарове. Этому празднику уже не одно десятилетие, уже многие люди выросли на этом празднике. Тоже традиция. Да, знают его и любят. Вот такой, в нем очень такой серьезный народный колорит, народные традиции. Вот, так что вот всех приглашаю. У вас была недавно научная конференция тоже, историческая. Расскажите про нее. Ну, научная конференция, конечно, выдалась замечательно. Это вот краеведческая конференция. Очень мы любим проводить такие мероприятия. Это приобщаем к любви к нашей истории, к любви к нашему отечеству, всех наших жителей. Вот, проводит ее Одинцовское краеведческое общество совместно с нами. Вот Антон Кузнецов, я думаю, вы прекрасно его знаете. Он проделывает большую работу, большой труд. Вот, приглашаем на эту конференцию с выступлениями таких вот интересных докладчиков, с интересными докладами, чтобы вот как-то осветить какие-то либо малоизвестные, либо какие-то уникальные события, да, из нашей истории. Но это выступают люди, любители нашего края, или это профессиональные какие-то ученые, научные деятели? Кто ваши докладчики? Выступают, может выступить любой человек, заинтересованный человек, вот от простого любителя до серьезного ученого, скажем так. Здесь главное, чтобы был интерес? Конечно, чтобы был интерес публики, чтобы у человека сам был интерес, чтобы он хотел поделиться своими. Интересная тема? Интересная тема. Интересная тема. Конечно, конечно. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли к нам, и мы приглашаем, конечно же, всех-всех в ваш музей. Действительно уникальное, интересное, историческое место. До свидания, Володя. Приходите к нам еще. Спасибо большое, что пригласили. Всего доброго. Ну, а мы прощаемся с вами, увидимся в следующих передачах. Продолжение следует...